Музыка Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Так как масленичная неделя в разгаре, сегодня я вам предлагаю рецепт шоколадно-вишнёвого блинного торта. Какие ингредиенты нам нужны для приготовления шоколадно-блинного теста? Молоко, мука, разрыхлитель, растительное масло, крутой кипяток, яйца, каково-порошок, сахар, соль и сода. Как всегда, точное количество ингредиентов вы увидите у себя на экране в начале видео и в описании под видео. Все ингредиенты комнатной температуры. Для этого рецепта я заранее за день подготовила вишню. Замороженную вишню без косточек засыпала сахаром, добавила коньяк, сверху накрыла пищевой плёнкой и оставила на кухонном столе на всю ночь. Вишня разморозилась, выпустила сок и всю ночь настоялась в собственном соку с коньяком. Потом я вишню процедила и у меня получилось 200 мл вишнёвого сока. В момент, когда мы соберём блинный торт, вишенки должны быть сухие, без влаги. Вот такие должны быть. Это мы пока оставим в сторону. В миску разбиваем 3 яйца. К яйцам добавляю щепотку соли. Добавлю сахар. И эту массу венчиком взобью до пышной пены. В муку добавлю 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешаю хорошенько. И добавлю в яично сахарную массу. В 2 этапа. Перемешаю до однородности. Сюда добавлю 1 треть молока. Опять перемешаю. Чтобы у нас получилась масса без комочков. Добавлю оставшуюся муку. Опять перемешаю до однородности. Соединяю каково-порошок с содой. Хорошенько размешаю. И добавлю в тесто. Понемножку добавляю молоко. Добавляю в последнюю порцию молока. У нас получилась вот такая гладкая без комочков масса. И сюда добавляем в предпоследнюю очередь очень крутой кипяток. На этом этапе густату теста можете определять на ваш вкус. Если добавите чуть больше воды, тесто будет жидкое. И у вас получатся очень тоненькие блинчики. А если ваше тесто будет густое, то блинчики получаются толстыми. В последнюю очередь добавляем растительное масло без запаха. Блинное тесто готово. Оно получается вот таким по густоте. Не сильно жидкое и не густое. И оно очень однородное, без комочков. Готовому тесту дадим настояться около 10 минут. Пока отдыхает блинное тесто, я из вишневого сока готовлю вишневую прослойку для блинного торта. В сок я добавлю 2 столовые ложки сахара. Количество сахара можете корректировать на ваш вкус. Если сок кислый, добавляйте побольше сахара. И сюда же добавлю 1 чайную ложку крахмала. У меня кукурузный крахмал. Эту массу хорошенько перемешиваю, пока не разойдется крахмал. Крахмал полностью разошелся. Эту массу я поставлю на плиту на медленный огонь. Доведу до кипения и проварю около 2-3 минут, пока масса не загустеет. Прослойка из вишневого сока тоже готова. Перелю в другую посуду, чтобы быстро остыла. Вам показать густоту в горячем виде. Вот такой густоты получается. А потом, когда остынет, немножко загустеет. Это пока оставим в сторону, пусть остынет. А мы идем жарить блины. Перед тем, как жарить первый блинчик, смазываю сковородку маслом. Совсем немножко. Сковородку хорошо нагреваем. И жарю первый блинчик. Распределяем тесто по всей поверхности сковородки. Когда сверху полностью подсыхает, значит уже можно перевернуть. Блинчик уже готов. Готовый блинчик я сверху сливочным маслом не смазываю. Вот так выглядит блинчик с обратной стороны. Таким же образом я пожарю остальные блинчики. Блины уже остыли. Приступаем к приготовлению крема. От прошлого рецепта у меня осталось немножко заварного крема. Ссылку на этот рецепт вы найдете в описании под этим видео. Взобью жирные сливки жирностью 35% с сахарной пудрой. Количество сахарной пудры возьмите на ваш вкус. Сливки должны быть холодные. Только что из холодильника. Сначала взбиваем на низких оборотах миксера. Постепенно увеличиваем обороты. Когда сливки уже загустеют, с этого момента нужно быть осторожным, чтобы их не перебить. Все, взбитые сливки уже готовы. Вот они у меня получились. Вот такие очень плотные. В моем торте сегодня будут два крема. Это один взбитые сливки и заварной карамельный крем. Не обязательно использовать два крема. Так как у меня остался этот крем, его нужно использовать. У меня получилось из этого количества ингредиентов 23 блинчика. Я их поделю на 4 ровные части. Торт я соберу в кольце для сборки торта. Я установила размер 22 сантиметра. Бока торта нужно обложить блинами. Но постарайтесь, чтобы красивые края остались сверху, снаружи. Они вот так должны нависать. Я забыла сказать, что разъемное кольцо я накрыла пищевой пленкой. Кладу первый блин, закрывая дно. Оставшиеся блины поделю на 3 ровные части, по 5-6 штук. Кладу 1 чайную ложку карамельного крема, заварного. И вот так равномерно распределяю по всей поверхности. И добавляем в яшневую прослойку. Около 1 чайной ложки. Кладем очередной блинчик. И опять чайную ложку крема. Количество крема возьмите на ваш вкус. Третий блинчик кладу. После пятого блинчика кладу взбитые сливки. Взбитые сливки поделю на 2 части. Кладу вишню. Сверху посыплю тертым шоколадом. Продолжаем дальше. Этот корж опять промажем заварным кремом. Опять вишневая прослойка. Очередной корж. Таким же методом промажем еще 5 коржей. Опять же кладем белый крем. То есть взбитые сливки. Распределяем крем равномерно. На крем кладем оставшиеся вишенки. Сверху посыплю шоколадной стружкой. Осталось 5 блинчиков. Кладем первый. Опять же кладем карамельный заварный крем. И так соберем торт до конца. Кладу последний блинчик. Тоже сверху промажу кремом. Кремов у меня хватило точь-в-точь. Ничего не осталось. Опять же вишневая прослойка. Этими краями блинчиков накрываем торт. Их можно складывать. Вот так выглядит торт в готовом виде. Сверху накрою пищевой пленкой. И поставлю в холодильник. И оставлю там на ночь. А потом будем пробовать. Я увлеклась сборкой торта. И забыла вам показать, какие блинчики получились. Я оставила тут парочку. И хочу вам показать. Они очень мягкие. С одной стороны поверхность бархатная. С другой стороны видны мелкие-мелкие пузырёчки. Мне блинчики в целом понравились. Только мне не нравится цвет блинчиков. Они у меня не получились насыщенного шоколадного цвета. Подвёл какао-порошок. Поэтому советую покупать какао-порошок хорошего качества. Желательно алкализированный какао-порошок. Тогда у вас в блинчике получится насыщенного шоколадного цвета. Торт всю ночь пролежал в холодильнике. Сниму плёнки. И доставлю торт из формы. Украшу торт замороженными ягодами. И посыплю тёртым шоколадом. У меня есть замороженная вишня и смородина. Порежу и покажу, что у нас внутри получилось. Вот такая красота у нас внутри получилась. Смотрите, какие красивые слои. И слои крема с вишней. На мой взгляд, получился идеальный торт. Я попробовала. Блинный торт мне очень понравился. Эти два крема. Заварной карамельный крем и взбитые сливки. Очень хорошо сочетаются. Они дополняют друг друга. Торт получился в меру сладким. Кислота ягод добавляет приятный вкус. И сглаживает сладость торта. Торт на срезе мне очень понравился. Он выглядит просто превосходно. Пожалуй, я этот торт назову шоколадно-блинный торт. Чёрный лес. Уж очень он похож на тот торт. Надеюсь, мой сегодняшний рецепт вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я вам желаю весёлой масленицы. Удачного дня. Отличного настроения. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин